Зима близко, снег с дождем, обещают синоптики на сегодня. Порывы ветра по сообщению журналистов, аргументов и фактов Алтая будут достигать 18-24 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах может образоваться корка льда и установиться временный снежный покров. Жители края могут бесплатно посетить стоматолога в Алтайском государственном университете. Отделение откроется в главном корпусе вуза. Там разместится клиническая база, кафедра терапевтической стоматологии и стоматологии детского возраста. Для отделения выделены дополнительные площади, проведен ремонт помещения, закуплено новое оборудование, пишут журналисты комсомольской «Правды Барнаул». Закреплять здесь практические навыки смогут будущие стоматологи. Открытие отделение запланировано в ноябре. В галерее городской администрации Бейска появился портрет предыдущего руководителя Наукограда Лидии Громогласовой. Портрет Лидии Громогласовой появился в галерее мэров на этой неделе. Он выполнен в той же технике, что и другие работы, следящих картин. Под каким ракурсом ни взгляни на полотно будет казаться, что человек с портрета смотрит прямо в глаза наблюдающего. В республике Алтай выбирают имя для нового аэропорта гор на Алтайску. Он вошел в общенациональный проект «Великие имена России». Кстати, выбрать имя могут сами жители в рамках народного голосования, сообщает Политсибру. Всего в рамках проекта 45 аэропортов России получат имена великих соотечественников – художников, летчиков, инженеров, писателей, военных. К 28 октября будет окончательно составлен список названий, из которых можно выбрать имя для аэропорта. Глава региона Александр Берников отметил, что аэропорт возобновил работу после 20-летнего простоя. Сейчас отсюда совершают прямые рейсы в Москву, Новосибирск и Томск. В Рубцовске пройдет городской чемпионат по чтению вслух. Он состоится 15 ноября в 15 часов. По условиям состязания участники за одну минуту должны прочесть вслух без подготовки текст из книг, выбранные организатором. В ходе соревнования будет оцениваться не скорость, а понимание текста, техника и артистизм чтеца. Тех, кто выйдет в финал, ждет текст из современной прозы. Высшая оценка, которая определила жюри – 6 баллов. Выбор победителя будет осуществляться по Олимпийской системе, сообщает Рубцовск.Инфо.